Весь подвал четвертого дома на фабричной улице забит фекалиями. Они стекли сюда с пяти окрестных многоэтажек, когда канализационная система в очередной раз дала сбой. Тяжело жить, особенно людям, которые находятся на первых этажах. Эти потеки, этот запах нехороший, неприятный. В подвал мы не можем ходить никогда, ни в сапогах, ни в чем. Закатывать, так значит, мы покупаем заново банки. Чего-то кушать мы не можем занести домой, ни картошку, ни лук. Мало того, что в подвал не пройти и в подъездах не продохнуть от ужасного запаха, так еще и в квартирах. Из-за жуткой антисанитарии поселились непрошенные гости. Там слизни, во-первых, там насекомые, мыши, муравьи. Всяко-всячина там полно. Никому же неприятно нюхать. Форточки открытые зимой и летом, вот эти в подъезде. Вонь стоит на весь подъезд, все поднимается вверх. Мы платим все день в день, как положено за квартплату. Почему вот такое отношение к людям-то? Этот подвал затапливает нечистотами с незавидной регулярностью минимум два раза в год. На протяжении уже нескольких десятилетий. Но ни жалобы местным коммунальным службам, ни обращения в Роспотребнадзор. Результата не дают. Это безобразие творится изо дня в день. Никаких мер они не принимают. Сколько раз мы бы не ходили. Все, вот пришлем, вот придем посмотрим. Сантехники придут. Но ничего, никакого результата нет. Жильцы пятиэтажки уже устали обивать пороги своей управляющей компании. Но вместо решения проблемы с канализацией, обслуживающая организация направила силы и средства на косметический ремонт подъездов. Нужно делать капитальный ремонт нашего подвала и что-то делать с подвалом, потому что невносимо жить. А не делать и замазывать нам подъезд. Вместе с жителями мы отправились к начальнику производственного участка Елховский, управляющей компанией Лямберьком Жилсервис. Он обещал, что в ближайшие дни подвал очистят и проведут санитарную обработку. Но чтобы такие аварии не повторялись, нужно переделывать всю коммунальную систему пяти многоэтажек. И эту проблему должны решить районные власти. Все дома отдельно, они коллекторы подсоединены, они через дом идут. А это так получилось, что 5 домов, 57-й, 62-й, 63-й, 64-й и 6-й, все они проходят мимо 4-го. И когда вот заторы бывают на улице, они в последнее время там чистенькие. Заместитель главы, как раз по строительству и жительству коммунального хозяйства, он в курсе дела, он сегодня со мной общался по телефону. Он этим делом, на минимум, занимается. Жильцы 4-го дома просят как можно скорее решить канализационную проблему, которая не только мешает им спокойно жить, но и грозит настоящей бедой. Мы задыхаемся уж в этом говне, честное слово. У нас дом скоро рушится, у нас весь фундамент уже сырой. Людмила Чекал, Константин Соколов. Наши новости из Большой Елховки.